Вы верите в чудеса? Если же нет, то сегодняшняя история именно для вас. Четырехлетний мальчик по имени Сару жил в маленькой индийской деревушке. Он родился в бедной семье и чтобы хоть как-то выжить, его старший брат Гуду мыл вагоны поездов, а мать перебивалась на разных работах, чтобы прокормить семью. Это был нелегкий труд. Однажды мать вынуждена была уйти работать в ночную смену, а старший брат должен был уложить спать маленького Сару и собираться на ночную подработку. Но в этой истории всего один момент перевернул все с ног на голову. Именно в этот злополучный день малыш не хотел спать и очень боялся оставаться один. Он плакал и просил старшего поехать с ним. Поскольку Гуду надо было спешить на подработку, он очень не хотел, но все же согласился посадить младшего братишку на раму велосипеда и повезти с собой. Он думал, что за пару часов справится и вернется домой, так что мать ни о чем не узнает. Оставив всего на несколько минут Сару на скамье, Гуду побежал к работодателю. Оставшись один, малыш от любопытства зашел в стоящий на колеях вагон, после чего задремал от усталости прямо на полу. Пятилетний Сару пробудился лишь тогда, когда поезд стал уносить его неизвестно куда. Даже сложно представить, что тогда ощущал маленький ребенок, который наблюдал за полями и поселками с окна движущегося состава. Двое суток поезд ехал без остановок и остановился в городе Калькутта, на совсем другой стороне огромной страны. Шумный город, который так сильно отличался от родной тихой деревни, привел мальчика в смятение. Сару не знал, где он находится и что теперь делать дальше. Как искать свой дом? Люди, погруженные в свои мысли, не обращали на него внимания. Мало ли, попрошай их на улицах. Днем, бесцельно бродя и ночуя где придется, Сару прожил так несколько дней в большом городе. Думаю, говорить не нужно, что делают с бездомными детьми. Однажды он прибился к группе таких же детей на улице, но как-то ночью приехали незнакомые мужчины и всех их погрузили в машины. Больше Сару никогда и никого из них не видел, а ему самому чудом удалось убежать. Не зная, что ему делать, он просто бродил по улицам огромного мегаполиса и, устав от голода и бессилия, малыш присел вдоль дороги напротив одного ресторанчика. Он видел через окно молодого мужчину, который обедал. Представив себя на его месте, малыш водил руками к рту, представляя импровизированную ложку у себя в руках. Тем самым Сару привлек его внимание к себе. Мужчина стал расспрашивать его, что он делает один на улице и где его семья, но не получив разумительного ответа, отвел ребенка в центр помощи сиротам. Найти родителей так и не удалось, так как Кроха совсем не умел ни читать, ни писать. О названии своей деревни он так и не смог вспомнить. После безуспешных попыток найти родителей Сару признали сиротой. Но судьба преподнесла маленькому индийскому мальчику невероятный подарок. Его фотографии увидели супруги из Австралии и решили взять малыша к себе. Там через океан его ждал большой дом, хорошая еда и заботливые родители. Жизнь в Австралии для Сару потекла своим чередом. Школа, новые друзья, компьютерные игры. Он рос среди благополучных детей и мог себе позволить практически все. Он поступил в колледж, ездил на собственном автомобиле. Но все это время в сердце оставались воспоминания о той маленькой деревушке, любящей матери и старшем братишке-сестрой. В его комнате висела большая карта Индии. Глядя на нее, мальчик размышлял, что же случилось с мамой? Встретятся ли они когда-нибудь снова? Сможет ли она узнать уже повзрослевшего сына? Шло время, но надежда никогда не покидала парня, что в один прекрасный день он сможет обнять близких ему людей. Уже будучи студентом колледжа, с помощью приложения Google Earth он часами разглядывал виртуальную карту Индии, пытаясь найти хоть что-то знакомое из своего детства. Представьте себе на минуту, он более года по 10 часов в день, а иногда и сутки напролет изучал каждую железнодорожную станцию в одной из самых больших стран мира, которых в Индии, к слову, более 10 тысяч. И через некоторое время судьба вознаградила его за все старания. Случайно наткнувшись на снимки со спутника, Сару не мог поверить своим глазам. Это были знакомые места родной деревни, мост, бурная река, фабрика, на которой работала его мать. Деревня называлась Ганешталай. И не раздумывая, парень, бросив все, отправился туда, где его ждали уже много лет. Приехав в Индию впервые в взрослом возрасте, отыскав свой дом в маленькой деревушке, молодой человек засомневался, а что если они больше не живут здесь? Узнают ли они его? Пока парень боролся со своим страхом, внезапно к нему подошла пожилая женщина и тепло обняла. Он еще ничего не понял, но эта женщина оказалась его матерью. Как только она увидела Сару, то сразу же поняла, кто стоит перед домом. Материнское сердце не могло обмануть. Эта встреча сына с матерью состоялась спустя долгих 25 лет. Но Сару ждало еще одно потрясение. Тогда он узнал, что в тот злополучный день мать потеряла сразу обоих сыновей. Гуду попал под поезд, перебегая через пути, когда всю ночь напролет искал своего младшего брата. «Все говорили, что у меня ничего не получится. Это как искать иголку в стоге сена. Но если что-то хочешь найти, то обязательно найдешь», вспоминает молодой человек. Сейчас Сару живет в Австралии и занимается бизнесом. Каждый месяц он отправляет деньги своей семье, и теперь им уже не нужно так тяжело трудиться. Несколько раз в год он со своими новыми родителями ездит к родной матери и сестре. Мама много лет пыталась узнать судьбу потерянного сына, но поиски ни к чему не привели. Ей оставалось лишь одно – ждать и оплакивать свою кровиночку. Так, спустя долгих 25 лет, Сару наконец нашел родную семью и покой в своем сердце. Об этой истории был снят фильм, который затронул сердца миллионов людей во всем мире. Ведь жизнь обычного малыша и всех трудностей, с которыми он столкнулся, достойны уважения и внимания. Друзья, а если вас также тронула эта история, не забывайте ставить лайк и делиться ей со своими друзьями.